Как раз, я думаю, надеюсь, что кто-то уже проделал за нас весь компьютерный анализ. В первой партии был дебют рейти. Я, в принципе, не являюсь фанатом хода c5. Мне кажется, что f6 или слон g4 более перспективные продолжения. И здесь, после e3, d e, f e, слон c5, d4. Ну, в общем, можно отметить ход de как серьезную неточность. Все-таки позволяет белым завладеть центр. Центром без какой-либо серьезной. Это компенсация. То есть надо играть кун c6, поддерживать пешку на d4. Я в итоге ее изолирую там, но она, с другой стороны, серьезно ограничивает белые фигуры. То есть позиция была бы вполне приемлемой для черных. Здесь объективно белый перевес. Ферзь b3 правильное решение. Слон d3 здесь движку нравится больше. Мне не нравилась шинсть после слон g4. Там придется портить структуру, возможно, в вариантах. Но в любом случае, кажется, что здесь совсем все плохо у черных. Хотя на глазок так не выглядело. Кун g5 действительно неплохой ресурс. Черный здесь не в состоянии удержать свои белые поля. И терпит поражение. То есть надо отметить в первую очередь ход d3. Более-менее пристойно я реализовывал перевес. А здесь вот компьютерный анализ не был проведен. Поэтому придется его подождать. Придется его подождать. Ну, партию я примерно помню. Что еще, видимо, динамично играл в метельшпиле. Слишком много провел пешечных, скажем так, рывков. Позиция явно была хорошая, наверное, объективно. С небольшим перерывом. Но мой соперник играл намного четче, намного быстрее. Именно в той стадии партии, когда у него уже стало объективно нехорошо. Это же касается на самом деле подавляющего большинства из его побед в этом матче. Хорошо, анализ потихоньку подходит к концу. И он уже, видите, откатился до 15-го хода. Ну, и, судя по всему... Судя по всему, движок не настолько оптимистично оценивает мою позицию в метельшпиле. Немножко удивительно. Выглядело на глазок очень хорошо. Хорошо, была разыграна... Была разыграна шотландка с ходом слома B4. Здесь, в принципе, более-менее все стандартно. У белых небольшой перерыв за счет пространства. У черных, в принципе, надежная позиция. Бежок считает, что конь D4 их вот сильнее, чем... чем конь D7. Хотя, не совсем понятно, почему. Что у нас на F4. А, здесь D5. Это, кстати, очень мощный ресурс. Очень красивый. На ЕД слон C5, слон G3, конь F2. Да, ну, наверное, если бы так сыграл, меня бы забанили наличие из-за читерства. Но ресурс действительно потрясающий. Конь D7 более стандартно. Но вот здесь, после слона F4, у меня нет этой блестящей тактической идеи. В принципе, здесь слон G5 все-таки стоило сыграть и ферзь F6. И прихватить черные поля. Вот это, наверное, тоже правильное решение. Здесь, при случае, можно слона F4 поставить. В принципе, это вряд ли может быть серьезной ошибкой. Но вот движок, видите, считает, что здесь у белых комфорт. Ферзь F6, конь F3, слон F5, ферзь D1. Да, вроде бы белые идут назад, и я могу съесть на B2, но все это без толку. Действительно, белые просто забрали материал, очень уверенно играли. Тогда определенные стадии партии практически безошибочно. Вот здесь все-таки действительно надо было сыграть на F4. Ферзь F4, ферзь F4, конь F4, слон G5. Этот вариант я упоминал в процессе комментария. И здесь действительно надо сразу сдаться. Но мой соперник тоже реализовал не лучшим образом. Но победу нигде не упустил и сравнял счет в матче. Сейчас вот здесь, может, какие-то микро-шансы у меня есть, но по времени, как и во всех 11 партиях, я серьезно просил. Следующая партия снова играл белыми. И, в принципе, продолжалось все в том же ключе. Разыгран вариант Алапи на слон C4. Вот здесь, конечно, слон F3 более сильное продолжение. А нет, прошу прощения, я перепутал с одним смежным вариантом. Здесь-то вот слон F3 на самом деле ни к чему хорошему за черных не ведет. Действительно, по причине слон D5. Слон F3 проходит в похожей позиции, где у черных конь стоит на C6 вместо коня на F6. А здесь вот надо играть ферзь D7. Да. У черных все нормально. Или же, что, наверное, даже сильнее, не брать на D4. Здесь ход E6 и ход конь C6. Ну, вот, например, E6 смотрится довольно пристойно для черных. То есть, наверное, это более надежно. А вот здесь после ферзь B3 действительно черные попали в крайне плохую позицию. Но она оказалась слишком плохой. И даже изобретательность моего оппонента здесь ему не помогла спастись. Вот ферзь D1, видите. Двойной удар позволил мне выиграть фигуру. После этого была очередная черная партия. И вот здесь тоже на глазок все было довольно неплохо для меня. Но, опять-таки, кроме расхода времени. Пытаюсь провести компьютерный анализ. Почему-то анализировали люди, зрители новичей, если только те партии, в которых я играл белыми. Мы пытаемся это исправить. И, кстати, был довольно интересный дебют. Сейчас посмотрим, что по поводу дебютной стадии, а также всей партии думает компьютерная программа. Так, ну анализ опять-таки подходит. К своему завершению. Видите, уже откатился до 10-го хода. Хорошо. Была разыграна славянская защита. Вариант. Довольно популярный, теоретический вариант. И здесь, конечно, конь D7. Главный ход E4, возможно. После EF, важно, что черные могут, на самом деле, просто конь D7 отступить. Потом сыграть G6. У них полный порядок. Поэтому EF, точнее, DE, наверное, более опасно для черных. Д1, слон E6. И вот структурно у черных полный порядок. Но нужно соблюдать все-таки аккуратность. У белых пока больше пространства. И слон на F8 застрял. Вот межок считает, действительно, странно, если честно, что я об этом забыл. Что вот надо все-таки коньим-то на D7 отступать. И после F4 играть G6. И здесь слон выйдет на G7. Рано или поздно черные подорвут выдвинутую белую пешку E5. И получат комфортную позицию. НС4 играет активнее, но слабее. После слона D4. Я, видимо, правильно ответил F6. И вот здесь надо было, конечно, вполне логично, на самом деле, сыграть НС4. НС4, конь D3, слон E6. И здесь учеркнут два слона. Но вот их слон на F8 производит жалкое впечатление. И это позиция Ям с равным перересом у белых. Но в партии с передних меня амнистировал, сыграл их 4. Здесь, как мне кажется, уже у черных, в принципе, более-менее... Все нормально, даже я завладел перересом. Наверное, в какой-то момент решающим перересом, да. Здесь ладья 8 на D3 выигрывает по причине... Да, это важный тактический нюанс. Его надо упомянуть, что сейчас грозит слон D5. Поэтому белым нет времени забирать какие-либо пешки. Ну, ладья Е1 вроде бы выгодит разумно. Удра слон D5. Король G4. И просто, конечно, тоже очень красивая геометра. И просто король G6. Здесь, видимо, первых у белых ходов нет. А во-вторых, и в король в беду попадает. Ну, вот какой ход выглядит наиболее разумно за белых. Кой D5 играть нельзя. Починить ладья Ж2, ладья H2 и H5 мат. То есть, как ходить? Например... Ну, действительно. Как-то странно, белых просто, видимо, полный паралич. Ну, вот ладья B6 и... В этом случае черные дают такой вот неожиданный мат. То есть, грозит H5, ладья H3. И какой-то удовлетворительной защиты от этого нет. F5 шаг. Тогда получается такой вот мат. Ну, хорошо. То есть, это было четкое решение, которое позволило мне, наверное, выиграть бы партию. Я сыграл C5. По-человечески, может быть, более естественно. Но здесь, как ни странно, действительно. После ладья B2 и ладья C6 я запаниковал, что мне не получается защитить пешку на C5. Пришлось ее отдать. Позиция уравнялась. Здесь цветнотная горячка, которую довольно трудно комментировать. Вот видите, E-вход... Ой, прошу прощения. E-вход проигрывает. Но после этого спианик быстро вернул мне должок. Кролев 4. Хоть не точно. Надо было играть на C4. И потом просто E7 и конь D6. Действительно, в принципе, это было найти несложно. Но вполне простительные ошибки. Флаг там падал. G4, ладья E2, не 5, B2. Здесь просто ладья F7. Действительно, королев 8 натурально выглядит. На самом деле, надо было отступать на G8. Здесь получается ничья. Причем в каком-то диком варианте ладья D7. Наверное, я могу сыграть королев 8. И белые могут повториться. Если играли на победу, получается вот такой вот вариант. Весьма интересный. И после ладья G7 вечный шаг. Победить белые, судя по всему, не могут. Все-таки их король тоже очень быстро попадет под матовую атаку, если делать нефорсирующие ходы. Ну, в общем, так или иначе, я совершил в этой партии последнюю ошибку. После конь C4 мне дали мат. Точнее, должны были дать мат после конь D6 и E7. Белый ферзь превращается. Ну, мой соперник сыграл король D6 на флаге. Здесь, конечно, после B1 у белых уже совершенно ничего нет, но флаг на моих часах упал. Продолжение следует...